В 1917 году Соединенные Штаты вступили в Первую Мировую Войну, что привело к внезапной потребности в приборах и часах, которые могли бы быть видны в темноте американскими солдатами. Эта задача была решена благодаря высокотехнологичной краске под названием Андарк, которая светилась в темноте благодаря радиевой основе. Радий – это радиоактивный металл природного происхождения, образующийся при распаде урана и тория. Он присутствует в небольших количествах в грунтовых водах, почве, горных породах и растениях. При распаде радия выделяется ионизирующее излучение в форме альфа, бета и гамма-излучение. Это излучение взаимодействует с люминофорами в краске, такими как сульфид цинка, вызывая их свечение. Именно благодаря этому взаимодействию, радиолюминесценцией, краска Андарк светилась, что позволяло использовать ее для создания светящихся в темноте приборов и часов. Поскольку большинство мужчин страны находилось на полях сражений за рубежом, корпорация United States Radium Corporation в Нью-Джерси начала нанимать молодых женщин для покраски различных приборов, светящихся радиовой краской, предназначенных для использования в окопах. Этих женщин называли циферблатными художниками. Художники смешивали краску на основе радиа в тигле на своих рабочих станциях и использовали тонкие кисти из верблюжьей шерсти для рисования на крошечных цифрах. Кисти быстро теряли форму после пары мазков. Руководство поощряло женщин облизывать кисти с целью нанести состав на циферблат более тонкой линией. Губы, погружение, покраска. Именно так выглядела доведенная до автоматизма очередность действий работниц. Однако художники по циферблатам не просто глотали радии на своих рабочих местах. Рабочие часто красили губы или ногти этой краской перед выходом на вечеринку, чтобы произвести впечатление на своих друзей за пределами фабрики. Порой пылью от краски, смешанной вручную, женщины покрывали волосы и платья, придавая им призрачное сияние, из-за чего получили прозвище «девушки-призраки». Для многих художников по циферблатам, в основном в возрасте от 14 до 20 лет, эта работа была столь же привлекательной, сколь и гламурной. Радий, с его светящимся и искрящимся видом, придавал им особый статус. Более того, одержимость Америки с его волшебными и целебными свойствами, в сочетании с предложенной оплатой труда привлекала целые семьи на фабрику, в надежде получить работу. К началу 1920-х годов врачи по всему региону заметили пугающий рост жалоб на здоровье молодых работниц. Многие из пациенток жаловались на скованность и хруст в суставах, серьезные зубные боли и язвы во рту, из которых сочилась жидкость. У некоторых развились кожные высыпания или серьезная анемия. Стоматологи начали вырывать по несколько зубов у молодых художников по циферблатам за раз. Было несколько случаев, когда во время удаления зуба вместе с зубом выпадали части разлагающейся челюстной кости женщины. Во многих случаях удаленные зубы не заживали, что указывало на серьезные проблемы с костной тканью, вызванные радиационным отравлением. Молли Маджия была первой художницей по циферблатам, которая заболела и умерла. Сначала у нее появились все более серьезные зубные боли, которые переходили от одного зуба к другому. Сильные боли в конечностях также не позволяли ей ходить. Хотя стоматологи в то время этого не знали, у Молли развилась радиевая челюсть. Это профессиональное заболевание включало некроз верхних и нижних челюстных костей, кровоточащие десна и язвы. В конце своей жизни стоматологи Молли произвели экстракцию челюсти, отделив ее от остальной структуры лица. Молли умерла в 1922 году, всего за несколько дней до своего 25-летия. В следующем году умерли еще 12 женщин, работавших в US Radium Corporation в качестве художников по циферблатам, а еще 50 женщин тяжело заболели. Радий оказывает на организм человека такое же воздействие, как кальций и стронций при вдыхании или приеме внутрь. Попадая в кровоток, радий в больших количествах концентрируется в костях. Он испускает альфа-частицы при распаде, которые облучают клетки на поверхности кости. Со временем, радий оседает в костях, где он наносит ущерб костному мозгу и производству клеток крови. Если радий попадает в организм с пищей или водой, более 80% элемента выводится. Остальные 20% будут перемещаться по всему организму, оседая в костях и оставаясь на протяжении всей жизни человека. Выжившие художники по циферблатам подали в суд на US Radium Corporation, хоть путь к этому было непростым. Дело в конечном итоге было урегулировано во внесудебном порядке в 1928 году. Женщинам присудили 15 тысяч долларов, плюс 600 долларов в год на будущие медицинские расходы из-за отравления радием. Этот знаменательный случай был одним из первых случаев, когда работники получили компенсацию за болезнь, развившуюся из-за их профессии. Однако большинство женщин, получивших деньги, умерли в течение двух лет после урегулирования. Случай с радиевыми девушками открыл людям глаза на опасности радио и других радиоактивных веществ. Их рассматривали как пример того, что может пойти не так в профессиональной среде, и они полностью изменили ход законов и правил о труде в области профессиональных заболеваний. Радий продолжал использоваться в качестве люминесцентной краски вплоть до начала 1960-х годов, когда его токсичность и опасность для жизни человека уже нельзя было игнорировать. Спасибо за просмотр видео, если понравилось ставь лайк и подписывайся на канал, впереди нас ждет много интересного!